В прошлом выпуске мы с вами рассмотрели часть первой главы книги «Карабах. История в контексте конфликта», изданная азербайджанским горе-учеными на русском языке в России для русскоязычного читателя. В азербайджанском понимании для неазербайджанского читателя. Как я и обещал в прошлый раз, мы пройдемся вкратце по всем главам. И потом будем корректировать книжку из выпуска в выпуск до корочки. Понятно, что каждую строку книги не подкорректируешь. На это могут уйти годы. Страница-то, шутка ли, 404. Но основные аспекты, на что ссылаются горе-академики, мы все же рассмотрим. Кто пропустил первый выпуск, советую его просмотреть в нашем прошлом выпуске. Итак, будучи уверенным, что можно ставить жирную точку на арабских историографах, которых сами же и исказили, Сулейман Аль-Ярлы резко переходит уже в новое время, в 19-е и 20-е века. Причем переходит ревностно, обвиняя Российскую империю в арминофильстве. Но любопытно другое. Автор приводит цитату указа Николая II от 21 марта 1828 года, где сказано следующее. «Силою трактата с Персией заключенного, присоединяемой к России от Персии ханство Ириванское и ханство Нахичеванское, повелеваем во всех делах именовать отныне областью Армянскую и включать онную в титул «наш». Этой цитатой Аль-Ярлы хотел показать арминофильство русского императора, но сам того не замечая, как свою же ложь и выдал. Обратите внимание, император пишет о том, что с Персией заключен договор. Именно с Персией, а не с эфемерным Азербайджаном, как любят говорить в Баку. Если Ириванское ханство было под натиском Азербайджана, то почему же договор заключался с Персией? Причем как турбманчайский, так и гюлистанский. Задумайтесь. Да и еще, Аль-Бейли так увлекся враньем, что и не заметил, как в очередной раз допустил грубую ошибку. Как мог Николай II издать указ от 21 марта 1828 года, когда он родился в 1868 году? Что ж получается, император издал указ за 40 лет до своего рождения. Это серьезный прокол для академика Академии наук Азербайджана. Неужели там и впрямь считают, что в России две беды – дураки и дороги? Дороги, может быть, и бедовые, но что касается дураков, я бы поспорил. Далее автор приводит хронологию Карабахского ханства в составе эфемерного Азербайджана с 1822 года. Обратите внимание на дату 1822 год. Это у них история Карабаха начинается с этого года. Но не в этом дело. Вся беда в том, что, описывая Карабах с 1822 года по 1923 год, когда большевики включили эту автономную область в Азербайджанскую ССР, Аль-Ярлы без заметного тика уверенно пишет. Таким образом, в течение 1600 лет Карабах в целом находился в составе азербайджанских государственных образований, либо же представлял собой административную единицу азербайджанских провинций. Вопреки утверждениям армянских авторов, когда Карабах не являлся древней армянской землей, присоединенной или переданной Азербайджанской республике в 1920-е годы. Во-первых, где хронология того, что Карабах 1600 лет принадлежал Азербайджану? Представленная в книге хронология лишь с 1822 года. Откуда взялись 1600 лет? К примеру, если взять за год 1991, а именно о своей независимости, то сложится нехитрая математика, которая перерастет в историю. Пример. 1991 минус 1600 равны 391. Если верить Аль-Ярлы, то с 391 года нашей эры Карабах находился в составе государства Азербайджан. И автора абсолютно не волнуют, что Азербайджан только единожды имел государственность с 1918 по 1920 годы. Главное выкинуть реплику. Особенно, когда в реплике присутствует впечатляющая четырехзначная цифра 1600. Ну что ж, давайте оглянемся назад. 391 год – это IV век. Заглянем на карту региона IV века и попытаемся найти государство Азербайджан. Перед вами карта IV века Римской империи Саймона Макдауэлла, 378 год. На востоке Римской империи обозначена в качестве отдельного государства Армения. К югу от нее Персидская империя. Нигде Азербайджана рядом нет. Также карта IV-V веков Римской империи. Четко обозначены границы, указана Армения, состав которой входит и Карабахская область. Азербайджана снова нет. Карта Византийской империи VI века. На ее восточной окраине обозначена Армения со всеми современными ее областями и даже больше. Азербайджан отсутствует. Карта о завоевании арабов VII век. Армения обозначена там же, где она и должна быть, со всеми своими округами и Карабахом в том числе. Азербайджан указан как южный сосед Армении и как персидская провинция, где живет азерийский ираноязычный народ. Но иногда Азербайджан и не указывался в силу того, что это всего лишь персидская провинция, как на этой карте. А это Армения VIII-IX веков в составе арабского халифата. Обратите внимание, Армению арабы называют Аль-Армния. Также территории Аррана и Грузии арабы называют Аль-Армния. Разница лишь в нумерации. Первая, вторая и третья Армении. В Закавказском регионе арабам хорошо известна была Армения. Именно поэтому соседние с Арменией провинции халифата арабы величали также Армении. Азербайджан, как видите, не обозначен. Он входит в персидские земли халифата. Во время распада халифата в X веке Армения также указана под номером 4, в состав которой входит и Карабах. Под номером 6, южнее Аракса, там где сейчас Иран, указан Азербайджан. Севернее Аракса, как видите, Азербайджана нет. А это Армения XI века на крайнем востоке Византии. Из века в век Армения никуда не перемещается. Лишь границы ее то шеются, то уменьшаются. В эти годы здесь были расположены царства Багратидов, в которую входил и Карабах, Васпуракан, Сюник и другие армянские царства. Армения с XII по XVI века также раздроблена на мелкие армянские княжества, о которых я говорил выше. Среди них, обратите внимание, Хаченское армянское княжество, в состав которого входил и современный Карабах. В XVI веке Армения была завоевана османами и персами и поделена на две части, как на этой карте. Западная часть Армении стала вассалом османов. Ее восточная часть отошла Персии. Именно в это время персидский шах Аббас переселяет армян из Восточной Армении и ее областей, в том числе из Карабаха, вглубь персидских владений. Тебрис, Исфахан, Хой и другие города. В XIX веке персидские владения севернее Аракса, среди которых Армения, Карабах, Нахидживан и прочие, именуемые во времена персидских владений ханствами, отходят Российской империи. В это время император повелевает заселить вновь эти земли армянами из Персии, которых столетиями ранее при шахе Аббасе были высланы с родных мест. Начало массовая репатриация армян на историческую родину. Не заселение, а репатриация. Совершенно два разных понятия. И, наконец, карта XX века. Армения в составе СССР в качестве Армянской ССР. К этому времени сначала император, а затем и большевики раскроили Армению и раздали соседям. Осталось то, что осталось. Территории близ Куры, как видите, уже в составе нового образования под названием Азербайджан. И в этом составе как Нахидживан, так и Карабах. Вот вам и 1600 лет Азербайджана и Карабаха и же с ними. Далее автор снова прибегает к дешевым азероакадемическим трюкам, говоря о Грибоедове, который якобы переселил армян в Северный Азербайджан из Персии. Хотелось бы мне знать, где этот Северный Азербайджан находился. Понятно, что автор имеет в виду Армению. Армению и Карабах. Но мы сейчас прошлись по картам из века в век. И никакого Северного Азербайджана не обнаружили. Может это где-то на Марсе. Может не на Земле. Между тем, хочу напомнить, что Грибоедов никуда никого не заселял. Он вел лишь протокол заседания по армянскому вопросу и редактировал это. Не может дипломатический работник кого-либо и куда-либо заселить. Репатриация армян из Персии в освобожденную от Шаха Армению происходила по велению русского императора. И переселением занимались русские генералы армянского происхождения. Князь Аргутинский Долгоруйкий, князь Гамазов и другие. И следовало бы понимать русские предлоги на, в, из, до, от и так далее. В тексте четко сказано, переселение армян из азербайджанских земель. Не в азербайджанские земли, а из. А раз из, значит переселяли не в азербайджанские земли. Тогда куда же? Вот что пишет сайт президентской библиотеки России. Новая граница между Россией и Персией устанавливалась по реке Аракс. К России отошли и Реванское, и Нахичеванское ханства, восточная Армения. Правительство Ирана обязалось не препятствовать переселению армян в армянскую область, созданную на территории этих ханств, что способствовало объединению армянского народа в составе Российской империи. Обратите внимание, в скобках указано «Восточная Армения» и упомянута «Армянская область». Что касается цитаты из записки, армяне большую частью поселены на землях помещичьих мусульманских. Это можно было бы допустить. Хозяева мусульмане большую частью находились на кочевьях и мало имели случаев сообщаться с иноверными пришельцами. Это легко объясняется тем, что армяне почти 200 лет находились в глубине Персии, вдали от родины. За эти многие годы Восточная Армения была заселена кочевниками-мусульманами, коими являются тюркские племена. Авторы записки, в том числе грибоедов, опасались того, что эти кочевники могут не уживиться с соседлыми репатриантами-армянами. Очень жаль, что такие само собой разумеющиеся вещи приходится разъяснять мужам азербайджанской науки. Так, оставив в покое царя-батюшку Персию и Грибоедова со всеми его армянофильскими качествами, автор переходит на новое время, а точнее на конец второго десятилетия 20 века. Он пишет, В течение 1918-1920 годов произошло массовое истребление тюрков практически во всех районах совместного проживания бандами Андроника, Тывана, Дро и им подобных. По исследованию одного из армянских историков, за 30-месячное существование Армянской республики, здесь были истреблены 200 тысяч азербайджанцев, вследствие чего численность их сократилась с 260 тысяч до 60 тысяч человек. Автор приводит ссылку некоего А.А. Лалаян. Книга называется «Контрреволюционная сущность партии Дашнак Цутюн», изданная в Москве в 1938 году. Знаете, долго искал эту работу А.А. Лалаяна, но, черт побери, так и не нашел. Вернее, нашел, но это была лишь цитата, которую я уже привел из книги. А та только в электронном виде и только на азербайджанских сайтах. Мистика, да и только. Перефразируя героя Мимино, Рубика так и хочется сказать, кто такой этот Лалаян А.А., куда он пошел, да и как могли считанные десятки Дашнаков убить 200 тысяч азербайджанцев. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Борьба в эти годы действительно шла между правыми армянами и левым большевизмом, среди которых, кстати говоря, тоже были армяне. Причем эти правые армяне, в лице которых тот же Андроник и Дро боролись со своими немногочисленными отрядами не только с большевиками, но и с зактатарскими мусаватистами. Но 200 тысяч душ, извините, это уже чересчур. Читаем далее. Вторая фаза этнической чистки за счет азербайджанцев и в Армении, и в Карабахе продолжалась под прикрытием коммунистической диктатуры. В 1950 году Сталин, единым рощаком пера, санкционировал насильственную депортацию из Армянской ССР более 100 тысяч азербайджанцев. Мне всегда было любопытно знать, если люди в Кремле были проармянскими, то как случилось, что Нахидживан и Карабах, ими же проармянскими, были переданы Азербайджанской ССР? К сожалению, ни у кого из них, ни у Сталина, ни у Кирова, ни у Ленина, теперь не узнать. Что касается 1950 года, то не думаю, что это событие можно назвать этнической чисткой. Во-первых, переселял не армянин, а этнический грузин, так что с грузинов спрос. Во-вторых, если серьезно, то этническая чистка подразумевает не что иное, как чистка, а не частичное переселение. Если назвать эти 100 тысяч душ этнической чисткой в 1950 году, то откуда взялись в 1979 году почти через 20 лет 160 800 азербайджанцев на территории Армянской ССР, согласно переписи населения 1979 года. Неужели столь плодоносны? В-третьих, в эти годы в Армению массово возвращались из разных стран мира соотечественники, спасшиеся в годы геноцида армян в Османской порте. Репатриировалось около 150 тысяч армян из арабских стран Европы и Латинской Америки. Чтобы разместить репатриантов, советское правительство решило переселить азербайджанцев в соседнюю Азербайджанскую ССР, а армян-репатриантов в Армянскую ССР. Было бы странным, если бы коммунисты заселили этих 150 тысяч армян в Азербайджанской ССР. Думаю, тогда бы байки нынче были бы иными о тех годах. Можно только догадываться, какие. Далее цитата автора. Трактовку Карабаха как одной из исторических областей Армении авторы лоббистского толка пытаются строить и на отрицании того факта, что край этот является одним из исторических очагов тюркской культуры Азербайджана. Век живи, век учись. Так, по-моему, говорится. Никогда не приходило в голову, что Закавказье – это исторический очаг тюркской культуры. Тогда очагом какой культуры является Алтай? Неужели итальянской? Быть может, поэтому итальянцы говорят «альто», когда хотят сказать «высоко», имея в виду свою прародину горный Алтай. Ну что за бред? Далее, чтобы с большей убедительностью доказать, что Карабах никогда не был армянским, автор перечисляет известных азербайджанцев, уроженцев Карабаха, большая часть которых либо не родились в Карабахе, как, например, Фикрет Амиров, который уроженец Гянджи, или Рашид Бейбутов, уроженец Тифлиса, либо не являются этническими азербайджанцами. Узель Гаджибеков, к примеру, который Лизгин. Есть, конечно же, и азербайджанцы в списке, рожденные в Карабахе, поэтесса Хошидбану Натаван и другие. Но разве это о чем-то говорит? Допустим, тогда и ответ будет аналогичным. Пока азербайджанцы из Нагорного Карабаха пели песни и сочиняли стихи, армяне Нагорного Карабаха, каковых в разы всего было больше, совершали подвиги и прославлялись ими во всем мире. Это маршалы СССР Баграмян, Бабаджанян, Ханфирянц, Аганов, адмирал Исааков, легендарный летчик Степанян, братья Микоян, чьи предки переселились позже в Санаин из Карабаха. Премьер-министр Египта Нубар Паша, он же Нубар Нубарян, ученые Иосифьян, Шахатуни, Нахратян, Шахиджанов, Тахтаджан, Чайлахян, Туманов, Амирханов, Хачатуров, их десятки. Полководцы, ученые, конструкторы, деятели культуры и спорта. Думаю, не стоит тягаться с армянами, выходцами из Нагорного Карабаха. Доказывая, что Карабах исконно азербайджанская земля, потому что там родились ряд азербайджанских певцов, автор главы Аль-Ярлы пишет следующее. То же самое следует сказать и о Нахичеване. Выход анийских багратидов на Хичеванский край в конце 9-го, начале 20-го века был, пожалуй, единственной попыткой утвердить здесь армянское правление в течение всего Средневековья. Эта попытка была пресечена Юсуфом Ибн Абу Саджем, представителем тюркской династии саджидов. В 915 году тот взял и крепость Алиджа, где укрывался Самбат со своей казной. То, что было в Нахичеване до Средневековья, и кто в нем жил, думаю, комментарии излишни. Карты были приложены. Что касается династии саджидов, то это не тюркская, а ирано-сагдийский род, прибывший в Персию из Средней Азии, из Сагдианы. Правда, некоторые арабские источники пишут о них как о тюрках. Однако, во-первых, тюрки в эти годы еще не разбили свои кочевья в регионе. Во-вторых, не нужно забывать, что арабы всех неарабов-мусульман называли тюрками, вплоть до ираноязычных народов. Было даже такое выражение «таджик». Так называли арабов всех мусульман-неарабов. Об этом имеется достаточно трудов как восточных, так и европейских авторов. Кроме того, упоминая саджидов, Аль-Ярлы сам пишет, что саджиды завоевали Нахичеван у армянских багратидов. Посему автор четко дает понять, что саджиды в Нахичеванском регионе пришлые, что до них Нахичеван принадлежал армянскому царству. В заключении комментариев и поправок к первой главе книги о Карабахе хотелось бы привести еще одну цитату, которую приводит в пример Али-Ярлы, ссылаясь на книгу Шаврова. Книга называется «Новая угроза русскому делу в Закавказье», изданного в Санкт-Петербурге в 1911 году. При внимательном изучении материала чувствуется, что Шавров страдал антисемитизмом и армянофобией. Именно поэтому его труд достойно оценивается азербайджанскими академиками, естественно. Они даже закрывают глаза на то, что Шавров называет армян армянами, евреев евреями, а азербайджанцев – туземцами. Главное в Шаврове – армянофобия. Все остальное можно простить. Но откуда она в нем? С нескрываемой завистью к армянам Шавров пишет. В Баку многие из получивших землю старались что-нибудь из них сделать. Затрачивали немало энергии на устройства хозяйств и предприятий. Но все эти предприятия перешли в руки армян, евреев и иностранцев. А земельные участки почти без исключения скуплены были за бесценок армянами. Вот еще одна цитата из книги Шаврова. Владычество в Закавказе сосредоточилось в руках армян. Они являются теперь хозяевами края. Результаты нашей колонизационной политики в Закавказе оказались плачевными. Шавров, как видите, таит обиду. Мол, русские колонизировали Закавказье, но не являются хозяевами недр края. В Закавказье, как считал Шавров, недра и ресурсы принадлежат армянам, евреям и иностранцам. Любопытна еще одна цитата Шаврова, полюбившаяся азероакадемиками и на которую стоит обратить внимание. Армяне из безземельных пришельцев захватили огромные пространства казенных земель, а затем армянские монастыри. Под безземельными пришельцами Шавров имеет в виду, что у армян нет своего государства. На это время действительно не было. Будущие республики Закавказье были под Российской империей и считались безземельными. Но обратите внимание на дополнение Шаврова в этой же цитате «Армянские монастыри», а затем и армянские монастыри. Как же могут армяне захватить свои же армянские монастыри? Если они армянские, соответственно, не такие уж армяне и пришельцы. На эту вторую часть реплики ни Аль-Ярлы, ни Азера-Акадинаука не обращают внимания. Автор первой главы книги «Карабах. История в контексте конфликта» Сулейман Аль-Ярлы, чью работу мы рассмотрели, скончался в этом году. Есть такое известное поверье «Те мёртиус аут бене, аут нихи» «О мёртвых или хорошо, или ничего». Поэтому я выбрал «Золотую середину». Скажу, но не своими мыслями, а доводами одного известного французского актёра Робера Осейна, у которого имеются азербайджанские корни. В прошлом году, в 2013, в газете «Аргументы и факты» номер 13 было опубликовано интервью с Робером Осейном. Актёр сказал следующее. «Я считаю себя русским, хотя во мне много разной крови намешано. Мой отец Андре Осейн родился в Самарканде, хотя по национальности он азербайджанец, был очень талантливым человеком». Обратите внимание, «Хотя по национальности он азербайджанец, был талантливым человеком». Комментарии излишни. Этим всё сказано.